Девочки и мальчики, всем привет! Тики Текс прислал мне посылочку. Я ее вот так начала распаковывать. Вернее, не начала, я просто заглянула, что в ней. Начнем распаковывать вместе с вами. Здесь много интересного. Даже не знаю, на диван это все разложить и вам показать. Или вот так вот, стоя. Примерки будут обязательно. Потому что есть платье. Девочки, материал очень приятный. Вот такое длинное платье Боха заказала. Цвет понравился. Цвет такой джинсовый. Ну, так, размер 58. Ну-ка, карманы есть? Ну-ка, есть, 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 есть. Кармашки. И это прекрасно. Один получается. Да, один карман есть. Ну, достаточно одного. В общем, вот это платье будем примерять. Все будем примерять. Вот такая туника или блуза, как ее назвать правильно. Что тут написано-то? Как они-то ее назвали? Туника. Вот такая туника. Вот такая туника. Цвет хаки. Думаю, с брючками будет отлично. Правда? Цвет приятный. Рука в три четверти. И все, что нужно, прикрывает с боков такие вот разрезы. Ткань приятная, знаете, хлопок и немножечко эластана. Чувствуется, что ткань хорошая. У меня есть и ванновского трикотажа вот из такой же ткани. Ярко-желтое платье. Прям хорошая очень ткань. Точно такая туника, только брусничного цвета. Выбирала, какую. Какого цвета лучше. Какого. Брусничную или хаки. Брусничную или хаки. А там прямо написано состав ткани. Хлопок и чуть-чуть спанты. Мне очень нравится состав такой. Когда немного синтетики. Она не растягивается, усадку не дает. Вот это мне нравится. Ну, в общем, выбрали две. Так, а размер какой? 58. Это туника домашняя. У меня есть такое платье. Очень его люблю. Вот буквально позавчера в нем гуляла. Сейчас стирки. Такое приятного синего цвета. Очень красивое, цветное. Вот из такого же хлопка. Это 100% хлопок. Вот такая домашняя туничка. Ну, можно носить как платье. Карманы есть? Карманы есть. Два. Да, глубокие какие. И расцветка приятная. Вот такие танцующие журавли. Вот такая туника. Когда я ее увидела, я очень захотела ее. Она еще есть в сером цвете. И вот этот цвет написано молочный, но это скорее топленое молоко. Цвет топленого молока или ряженки. Наряжусь в ряженку. Девчонки, очень захотела. Мне кажется, с брючками будет классно. Но моего 58 размера не было. 58 размер есть светло-серое. Но мне хотелось именно вот такого топленого молока. Поэтому раз 58 нет, я взяла 56. Ну, думаю, я в нее войду. Она свободная. Вот эта мне очень понравилась. Как будто розочка, перевязанная лентой. Ну, вот просто и со вкусом. Девчонки, здорово будет. Мне кажется, с брюками будет отлично. Сейчас будем примерять. Девочки, вот такое платье. Это платье я заказала, чтобы носить свои янтарные украшения. У меня есть точно такое же платье. Но оно, сразу вам скажу, сильно маломерит. Нужно заказывать на размер больше точно. Там еще есть точно такое же, только расцветка. Вверх такой пыльно-розовый. Я очень хотела платье вот именно той расцветки. А низ вот такой цвет. Нет, там низ не коричневый, по-моему. А там, знаете, как какао. А вот здесь больше шоколад. Мне кажется, там вниз другой. В общем, я заказывала то платье 56-го размера. И оно подошло только моей Оле. Оля его сразу забрала. Платье замечательное. Ткань искусственной замши. Ну, раньше ее называли спандекс. Очень приятное. В общем, заказала на размер больше, чем надо. Потому что то платье, которое я заказывала, его можно носить, но слегка мне тесновато вот в груди. А вот это, думаю, будет хорошо. Ну, вот розовое бы очень хотелось. Но там розовое, по-моему, до 52-го размера. Вверх розовый, низ какао. Сочетание цветов просто изумительное. Вот то платье я хочу. Но, видимо, они не отшивают, потому что у них уже ткань закончилась. И вот в остатках есть такой расцветки. А я бы хотела его, чтобы носить свои украшения из родонита. У меня есть родонит без рисунка. Просто такие розово-бежевые шарики. И они очень хорошо подходят к этому платью. Ну, все. Тоже это приняли. Все, девчонки, все. И вот такую няшечку заказала. Это я зашла в отдел для новорожденных. Там же, в Тикитекс. И не смогла устоять. Сейчас я вам покажу. Это чудо это просто. И это чудо у нас, девочки, поедет в Калининград. Посмотрите, какая милота. Какой комбинезон классный. Вот такие медвежатки. Ульяночка, я собираю посылочку. Это не все. Будет еще кое-что. Дорогая, поздравляю тебя с рождением, дочечки. Знаете, как девочку назвали? Иванка. Как красиво. Это же какое редкое имя. Назвали Иванка. Вот это будет носить Иванка. Вот с такими мишками. Умка. Мишка Умка. Скоро я вам еще кое-что покажу, что я положу в эту посылочку. Но это будет потом. Девочки, хлопок стопроцентный. Такая хорошая вещица. Подгузничек надеть. И вот эту вот штучку. И можно куда-то в гости даже направиться. Вот такая вот милота. Спинка вот такая. Мишки тут мелкие. А впереди такой вот приятный, красивенький Умка. А теперь самое интересное. Примерка. Посмотрите, какая прелестная штучка. Очень приятная. Стопроцентный хлопок. Да, под платье ее носить нельзя. Потому что коротковато. Но мне коротковато. Если ваш рост примерно метр пятьдесят восемь, метр шестьдесят пять, то будет нормально. Но мой рост метр семьдесят три. Поэтому, девочки, вот так. Но карман. У меня руки утонули просто. Девчонки, вы знаете, как я к карману отношусь. Я их просто обожаю. Даже если они будут совсем не нужны. Но пусть будут. На всякий случай. Платочек, ключик, карточку. От номера карточку. Идешь, например, на завтрак. Карточку положи. Все. Запросто можно брать с собой в путешествие. Хлопок стопроцентный. Тоненький, приятный. Ну, а как домашняя одежда. Это вообще замечательно. Вот, я с такими хлопковыми штанишками надела. Можно леггинсы любые. Можно брюки широкие, длинные. Как угодно. В общем, нравится. Вот эта штучка мне нравится. Такой белоснежкой себя чувствую. Какая-то вот нежность. Есть вот эти журавли, вот эти веточки. Ну, а с белыми штанишками так это вообще. И сочетание синего с белым тоже мне нравится. Мне нравится сочетание белого с черным и белого с синим. Освежает очень. Это я знаю точно. Следующая примерочка. За это платье сильно переживала. Думала, не сядет. Ошибалась. Посмотрите, мое. Я, кстати, у него второй карман обнаружила. Все. Это платье точно мое. Посмотрите, рукавчик. Ткань очень приятная. Вот прямо очень. Мне кажется, это вискоза с хлопком. Вот такая комфортная очень ткань. Замечательное платье. Пуховичок. У меня есть длинный пуховик. Прям длинный очень. Пуховичок, шапочку и все. Куда-то пришли, разделись. И вы в таком платьице замечали. Вот это платье девочке рекомендую. Платье замечательное. Цвет модный, джинсовый. Так как здесь, видите, такие стразы поблескивают. Поэтому украшения никакие не требуются. На мне маленькие сережки с топазами. И все, маленькие, еле заметные. Платье им довольны. Платье им очень-очень-очень довольны. Сапожки высокие или ботиночки. Можно даже грубые ботинки с этим платьем. Запросто можно грубые ботинки. А с каким их нельзя? Сейчас даже с шифоновыми платьями, даже со свадебными платьями надевают грубые ботинки. Хорошее платье. Платье замечательное. Прям тики-текс. Спасибо. И там, конечно, чтобы что-то найти такое прямо, вот очень, чтобы понравилось. Надо порыться. Но, как правило, я всегда угадываю. Я могу не угадать с ростовкой. Я могу не угадать с размером. Но фасончики, как правило, интересные. Которые можно обыграть и которые можно носить не только дома. Но вот это платье вообще на выход. Запросто куда-то пойти в гости. Или даже в кафешку. Или даже куда-то на выставку. Кошек и собак. Девчонки, платье замечательное. Нравится очень. Так, дальше поехали. Девочки, платье янтарного цвета. Село изумительно. Единственное, вот здесь была наклейка. Такая бумажная. Ярлычок, платье, там, размер. Вот оторвала, и еще этот квадратик остался. Теперь прямоугольничек остался. Видно место. Но я думаю, что это разгладится. Разгладится или постирать надо. Не знаю. Зачем сюда приклеили? Ну, это, конечно, не тики-текс виновата. Производитель. В общем, к этому платью у меня есть не только янтарное украшение, но вот такой комплект с Олегом Таугу. А по цвету просто идеально подошел. Серьги, колье и браслетик. И вот посмотрите, как с этим платьем замечательно сочетается. Карманы есть у него тоже. Не скажу, что они глубокие, но они очень удобные. Такие прям, знаете, как квадраты. Вот. Это платье мне по размеру. Если у кого-то грудь среднего размера или маленькая, можете на размер больше заказывать. Все равно на размер больше. Вот это платье сейчас на мне 60-й. Обычно я ношу 56-58 одежду, но вот это платье 60-й. Вот так сидит. Укороченное можно с сапожками будет хорошо. С сапожками будет прямо отлично. Ну и ботилочки можно тоже надеть. Но все-таки с сапогами, мне кажется, как-то будет элегантно. Вот. Теперь я знаю, с чем я буду носить свое интарное украшение. Потому что у меня такое платье есть. Точно такое. Но я его еще ни разу не надевала, потому что я чувствую, что оно мне как-то в груди тесновато. А вот это вот вообще свободное будет теперь. Такое замечательное платье. Тикитекс рулит. Девчонки, платьями у меня тикитекс обеспечен. Прямо, знаете, под все мои украшения. Вот это платье я хотела с янтарем. Но вот сейчас открыла шкатулку свою, чтобы достать янтарь. Приложила вот это украшение. Смотрю, что оно по цвету идеально подходит. Думаю, нет. С орешком надену. Девочки, опять в кассу. Посмотрите, как хорошо села на меня эта туника. С джинсами надела. Будет хорошо с грубыми ботинками. Если джинсы, грубые ботинки, джинсы можно укороченные, чтобы высокие ботинки было видно. Ну вот, в данный момент я с туфлями на широком каблуке тоже неплохо. Думаю, что и брусничная будет сидеть так же. Просто какие-то аккуратненькие сережки. Или браслетик. Можно мой янтарный браслет надеть. Смотрите, как замечательно разрезики эти выглядят. Если с классическими брючками надеть, то можно и вообще каблучок запросто. Вот такая универсальная туника. Можно и с джинсами, можно с классическими брючками. Если хотите юбку, но если у вас есть талия, можно под поясок. Ну, то есть наверх поясок и юбку тоже можно. Так, ну и сейчас бордовую померяем, ягодную. И вот так выглядит брусничная туника. Серьги надела от Анны Дымченко. Красивая и очень подходит к этой блузе. К этой тунике. Тоже хорошо, правда, девочки? Цвет хороший, такой яркий, вкусный, насыщенный. К ногтям к моим подходит. Кстати, скоро буду менять мой кюр. Сделаю что-нибудь опять красивее. Ну, в общем, туниками тоже довольна. И в пир, и в мир. И уютная, и можно с ней играть как угодно. Любое колье длинное, короткое, любые серьги. Мне нравится, знаете, что в нём? Нет никаких надписей, никаких наклеек, ничего. Просто однотонная вещь. Вот это я очень люблю. И я могу с этими туниками надеть любое украшение. Однотонная, простая вещь. Рисуй, что хочешь, как холст. Девочки, самое вкусное я оставила напоследок. Мне так хотелось примерить эту блузу. И я не ошиблась. Она просто артигенная. По-другому не скажешь. Вот на мне 56 размер, 58, наверное, был бы ещё круче. Я обязательно закажу такую же блузу серого цвета. То есть она такая светло-серая. Её можно будет запросто тоже носить с чёрными брюками. С чёрными брюками, с серой своей юбкой, с чёрной юбкой. Но вот эта вот задумка, это просто браво дизайнеру. Кто это вот так вот сочинил, мне это очень нравится. Но будь она 58 размера, она бы на мне сидела более свободно. Наверное, было бы ещё круче. Хотя, вот и 56 довольно. Спасибо, что такая была. Вот здесь любишься, девочки, в которые вставлена лента атласная. Не знаю, наверное, надо аккуратно будет стирать. В машинку я её точно не засуну. Ну, обычно я все вещи тестирую в машинке, безжалостно. Ни одна вещь меня ещё не подвела. Но вот из-за этих люверсов, люверсы на трикотаже, я её буду стирать на руках. Потому что могут вылететь. Ну, могут и не вылететь, но лучше поберечься. Лучше поберечь. Блузы довольны. Девчонки, вот это прямо нарядная блуза. Она тоже не сложная, но выглядит роскошно. Серьги, ну, не видите, какие? Просто длинные серьги. Тут никакого украшения не надо. Здесь есть украшения. Длинные серьги, либо браслетик наденете. Красивый маникюр, каблучки и всё. И в путь. Очень красивая. Очень красивая. Девчонки, ну, видите, какие вещи замечательные? Просто нужно уметь выбрать. Всё, что было в этой посылке, всё идеальное. Всё на меня идеально село, подошло. Я всем довольна. Тики-текс, спасибо вам огромное. Как обычно, ссылочки на каждую вещь я оставлю внизу под видео в инфобоксе. Заходите, смотрите. Там вас сориентируют и по цвету, и по ценам, и по составу ткани. Всё там увидите в описании, в характеристиках. Очень удобный сайт. А на этом прощаюсь. Спасибо, что посмотрели. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова